Посылка есть? Денег нет. Всем привет! Сегодня я открываю посылочку, которая вот только мне пришла как раз таки. Я знаю, что вы любите посылочки, и я знаю, что вы очень любите то, что сейчас будет в этих посылочках. И спойлер, это не Гарри Поттер, потому что здесь он нарисован. Это очень большая коробка, просто она огромная, и там крутые штучки. И мне кажется, вам понравится, потому что видео с этими вещами, штучками, игрушечками, которые тут были, они прям взорвали все наши рейтинги. Кто не в курсе, вот оставлю ссылочку, посмотрите это видео. Оно реально прикольное и очень классное, милое, хорошее. Так, ну, и я буду открывать эту коробочку. Так, обожаю раскрывать посылочки. Сейчас, тем более, скоро Новый год, надо себя порадовать. В общем-то, я и себя и порадовала. Точнее, как сказать, это был немножко мне подарок. Вот, то есть, не я заплатила на это. Ну, в общем, спасибо всем, кто в этом участвовал. Сейчас откроем и посмотрим, что там у нас. Итак, момент истины. Вы готовы? Та-да! Так, пока ничего не понятно. Так. Ну, скоро станет. Итак, снова момент истины. Та-да! Посмотрите! Кто понял, кто уже рад? Это же Сильваниан Фэмилис! Сильванчики, короче, мне приехали. Очень много. Тут есть и спойлер, и дома, ну, как бы кафешки, да, магазины, и семьи. В общем, и да, всё посмотрим с вами вместе. Короче, я думаю, вы удивлены. Не меньше меня. Так, целая посылка огромная. Так, давайте я буду доставать, что я увижу, и будем смотреть, что тут у меня есть. Так. Во-первых, у меня здесь семьи собачек. Такие вот классные, миленькие собачонки. Собачечки. Потом у меня нашумевшая, наверное, самая популярная семья кроликов. Вот такая целая семейка. Далее просто милейшая семья ёжиков. Вот они, хорошки. Всё так хорошо запаковано, я просто удивлена, конечно. Потом идёт семья вот таких вот белочек. Всё потом мы рассмотрим поближе, конечно же. Вот такие белочки. И тут у нас ещё идёт много всего. Много всего я буду понемножку распаковывать, и вам всё покажу. Вон, сколько всего. Целый стол. Так, вот, всё пусто. Я всё достала. Сейчас потихоньку будем разбираться, что у нас тут за кавардак. Итак, вот весь масштаб трагедии. Это всё, что я заказала. Это был лот на маркетплейсе, на таком как бы типа Авито. И тут куча всего, как я говорила. Здесь у меня раз, два, три, четыре семейки. Четыре полноценные семьи. Потом идёт здание, как бы, булочной. Потом идёт здание магазина. И тут ещё куча аксессуаров. Тут вот такая вот ежиха. Вообще всё началось именно с неё. Давайте я вам расскажу. У меня есть, кто знает, кто не знает, семья ёжиков. Там мама-папа, сестра-братик и маленький братик. Но дело в том, что я охотилась ещё и за дедулей. Это такой ёжик на скутере. Ну, по идее, по лору это как папа. Но я считаю его типа дедушкой. И на фотографии как раз вот этого ёжика была вот эта вот бабуля. Ну, я её называю, что они вот в таком одинаковом... В одинаковых нарядах. И я думала, что... Как бы я не нашла, что она вообще существует. Я думала, это просто арт. И очень хотелось мне воссоединить эту семью. Остановить, как бы, всех. И вот я вижу в маркетплейсе как раз вот эту бабулю. Ну, она предавалась со всем вот этим сетом. То есть я как бы из одной ежихи купила вот это всё. Да, я такая. Вот. Такая история. Ну, как бы, у меня есть планы на этот сет. Что-то я хочу продать. Я потом расскажу, что. И что-то я хочу себе оставить, что-то подарить. Поэтому всё это пойдёт в дело. Так что вот, давайте сейчас я всё попробую распаковать. И всё вам покажу. Итак, давайте я начну с семей. И, так, спойлер. Наверное, скорее всего, что две семьи у меня останутся. А две я продам. Ну, для начала, кого я хочу оставить. Это вот эта семья белочек. Они очень прикольные. Здесь папа, сынок, дочка и мама. Такая типичная семья. Мне очень нравятся эти белочки. У них вот такие пушистенькие хвостики. И очень милая такая одежда в жёлтых... Ой, все упали. В жёлтых тонах. Вот мамуля. У неё такой тоже пушистый хвостик. То ли это бурундучки? Наверное, это белочки всё-таки. Ну, вот они, в общем-то... Ой. Очень милые. Я хотела бы их оставить в себя. Мне прям очень нравятся они. Такие милашки. Просто невероятные. Так, все падают. Вот. Такой бельчоночек. Короче, классные. Я их вот сюда поставлю назад. И мы посмотрим... Ой. Прям упал вообще за дверь. Да. В общем-то, вот такие вот перчатки. Они очень милые. Так, дверь открывается. Так, вот. Это первая семья, которая, я думаю, у меня останется. Так. Вторая семья. Тут ещё расчёсочка у них была. Хотя она как раз-таки от второй семьи. Это вот такие ёжики. Я думаю, кто смотрел... Кто смотрел распаковку видеоколлекции Silvanian Families, тот знает этих ёжиков, вот эту семейку. Так, давайте я немножко их так расставлю. Они супер милые. Мне прям они очень нравятся. В общем-то, вот такие вот ёжики. Так. Оп. Вот такая семья ёжичков. Это мама, папа, сестра и брат. Вот. У меня они есть как раз. Вот эти. Но вот этих двух из семьи малышей у меня тоже не было. Поэтому я себе их как бы добавляю в семью. И будет большая ёжиковая. Как бы семья ёжиков. Это просто супер. Я обожаю ёжиков. Они такие мягенькие прям. Очень классные. Прям прелесть, короче. Ну вот. Этих ёжиков я себе как бы маленьких оставляю. Ну, а больших я хочу подарить тёте. Потому что она тоже очень любит Silvanian Families. И я подумала, почему бы и нет. Почему бы ей не сделать такой подарочек, сюрприз. Потому что они просто чудесные, милейшие ёжики. Так что они пойдут к моей тёте. Передам по наследству, так сказать. Вот. Очень классные ёжики. А вот этих я себе адаптую, так скажем. Далее идёт вот такая вот семья собачек. Таких лаборадоров. Они тоже очень милые. Ну, я вот думаю, думала, что именно вот этот сет я продам. Это вот такой папа. Блин, они, конечно, очень милые. Просто милота, милота. Такой вот папа. Доченька. Они одеты ещё так интересно. Просто. Обожаю Silvanian Families. Сколько раз-то говорю. Вот, кстати, хвостиков. А, у неё даже хвостики есть. Сейчас покажу. Вот мамуля. Очень у них наряды красивые. И даже есть вот, извините, дама. Вот такой хвостичек. Просто прелесть. Так. Мама. Вот такой братик. Очень миленький. Он такой маленький хвостик у него. И два малыша. Два малыша. Просто они супермаленькие, супермиленькие. Девочка и мальчик, наверное. Такие хорошенькие, короче, собачки. Вот. И сейчас следующую родину покажу. Которую. Родину. Семью. По-черски это родина. Которую я тоже думаю как-то продать, отдать. Вот как-то. Думаю, что да. Вот она. Это следующая семья. Это семья кроликов. Она самая такая популярная. С чего всё началось, так скажем. Вот. Это, по-моему, вот эту крольчишку зовут Фрея. Она шла с таким набором со столом. Ну, у меня кроликов ни собачек, ни кроликов нет. Ну, вот такая вот мама крольчиха. Она симпатичная тоже очень. Наряда у них, конечно, просто произведение искусства. Вот это дочка. Потом вот такой маленький. У меня есть кроличек. Он идёт как бы... Ну, у меня вот он шёл в маленьком мини-пакетике со скрипкой. Потом папа, конечно же, вот такой вот у нас представительный в рубашечке. И брат. Такой братик. О, хвостики. Я не знаю, что у них есть хвостики. Ну, в общем-то, очень милые зверятки. Ну, вот. Буду думать. Конечно, я не зарекаюсь. Может, кто-то и останется у меня из них. Вот. Кого я хочу продать. Ну, не знаю. Подумаю ещё. Вот. В общем-то, целый зоопарк. Вот. Все зверята, которые мне попали, которые были в этом лоте. Их, конечно, очень много. Они все классные. Эй, сильванчики, это просто любовь. Любовь-любовь. Вот. Так. А теперь рассмотрим ещё кучу официаров, которые идут вместе с булочной и с магазином. Так что давайте продолжаем. Так, вот. Это сам магазин булочной. Вот так он выглядит внутри. Здесь у нас есть печка. Кстати, у меня тоже есть такой набор булочной. И, в принципе, можно их объединить будет потом. Посмотреть, как они будут смотреться. Вот. Здесь ещё есть вот такая вот, что открывается, витрина для каких-нибудь там штучек. Да. Здесь вот такие полочки можно наблюдать. Здесь есть вот такая дверь. Thank you. Bye-bye. Ну вот. А с внешней стороны это выглядит таким образом. Очень прикольный вот тут такой элемент. Такие часы. Тоже в какой-то как булочке. Это тоже сам идёт этот камин. Печь. И здесь вот разные изделия хлебобулочные. Такая вот дверь. Прикольно. Вот я даже не знаю, если это мне влезет на полку вообще, куда это мне влезет. Но я думала этот набор себе оставить, потому что он реально прикольный. И здесь как раз можно расположить все-все-все мои аксессуары из набора булочной, которые мне подарили на день рождения в позапрошлом году, по-моему. Итак, давайте. Вот здесь у нас есть целый набор. Сейчас будем распределять. Первое, что я вижу, это вот такая вот вывеска. Break of a bakery. И очень прикольный тут такой 3D эффект вот этого, как голоска. И я её распределю вот сюда. Это как название нашей булочной. Вот так она будет здесь. Вот, хочу вам показать близко, потому что я тут всё раскладывала. Вы сейчас видели таймлапс. Вот такая вот булочная. Ну, тут надо прям присмотреться. Тут столько деталей. Например, вот здесь сбоку витринка с сэндвичами и всякими там бургерами. Сверху вот тут молоко-масло на витринке. Потом идёт вот такая прикольная ёжик-бабуся с кассовым аппаратом. Здесь у неё выпечка, там как бы пакетики. Сзади как раз идёт у нас, выпекается хлеб, такая печь. Потом спереди можно увидеть вот такую витрину. Тут разные выпечка в виде зверюшек. Вот тут и ёжики, брундучок и кроличек. В общем, и такой вот дом, и машинка. И написано здесь, как сказать, свежевыпеченные всякие штуки. Багеты. Сзади вот можем видеть тоже вот такой вот противень. Потом сбоку тоже здесь разные, совершенно разные булочки, выпечка, кексики. Всё это выглядит супер вкусно, супер... Хотелось бы всё это съесть. В общем, очень классный набор. И мне кажется, аксессуары из моего другого того набора, булочной, тоже сюда очень подойдут. В общем-то, вот вся картина. Прям очень классно. И вот воссоединение семьи, как говорится, всё делалось ради этого. Наш дедуся ёжик встретился с бабулей, которая чуть-чуть позже, но дошла всё-таки до нашего дома. Очень миленько они смотрятся. И я так рада, что они воссоединились. Просто воссоединение семьи. Да, и у них как раз вот одежда. И это было на фотографии в коробке с ёжиком дедусей. У них как бы одинаковая одежда, то есть такая рабочая. Видимо, они вместе работают. У дедуси ещё есть вот этот скутер. В общем, это просто милота. Милота! Итак, от булочной я просто в восторге. Теперь переходим к магазину. Это такой Grocery Market. По идее, здесь должен быть как магазин. Здесь вот такие вот интересные афишки, как бы такие рекламы на продукты. Потом очень такой просторный и красивый зал. Здесь мы будем заполнять опять всё нашими разными продуктами. И очень красивый фасад у этого магазина. Он просто сделан в таком старом стиле. И здесь классные большие окна. Потому что всё будет видно как раз через них. Вот такие вот классные двери. И вообще весь фасад очень привлекательный, очень симпатичный. Ну что ж, давайте сейчас я всё заполню. А, вот ещё сбоку вам покажу. Здесь тоже какая-то реклама. И здесь вот такая вот дверь. Вот так. Спасибо. 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 итак вот такой магазин у меня получился так здесь я добавила пару персонажей чтобы было понятно тоже очень прикольный магазин здесь вот такая вот витрина форт корнер здесь у нас и яйца и масло и горо или кукурузка это и соки и какие-то крекеры молоко какие-то глютеновые хлопья и всякие яблочки папрички и капуста бананы апельсины помидорки в общем очень мило все это выглядит в другой половине здесь у нас касса и вот этот кассовый аппарат сейчас вам покажу продемонстрирую вот так можно сделать и типа лента вот так вот передвигает продукты и можно их в корзиночку сразу же укладывать идет такая корзиночка вот там идет кассовый аппарат в общем просто милота чудесный набор сейчас я даже не знаю если его я не оставлю потому что ну это просто ну просто очень очень классные качественные наборы и бейкеры как это называется и бушная и вот это это просто произведение искусства в общем то вот ну и вот собственно все 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 что мне попалось в этом наборе sylvanian families я вообще очень очень довольна что я его взяла это супер много всего за просто не такие дорогие деньги и я просто по впечатлениям от вот этих вот магазинов и от зверят и конечно же наконец-то произошло воссоединение семьи едусь из бабуси теперь снова вместе просто ради всего этого как бы сдула затея поэтому просто любовь милота sylvanian families объединяется сердца и семьи я очень довольна вот такая была распаковочка надеюсь вам понравилось потому что многие просили сливанин фэмилис получаете сливанин фэмилис как говорится на этом все спасибо что посмотрели мой видосик пишите как вам символен в сельвании на фэмилис какие вам нравятся какие у вас есть буду рада почитать а на этом все всем спасибо всем пока пока